Приветствую вас! Я постараюсь ответить на вопрос, который вы задаете, максимально подробно и максимально узко. То есть, проблема заключается в том, что в вашем письме можно было бы выявить некоторые проблемы, проблемы, например, самого родного характера, но я уважаю ваш вопрос, поэтому постараюсь ответить на него. Как ни странно, но если мужчина никогда не давал вам надежды на то, что между вами что-то может быть, сам он при этом живет достаточно активной жизнью, вы понимаете, что вы разные, и мужчина воспринимает вас только как друга, а вы хотите с ним дружить, но не можете этого сделать по причине наличия у вас к нему чувств, то вам необходимо найти ему замену. То есть, вы молодая девушка, которая нуждается в мужчине и нуждается в любви. И поскольку у вас с ним достаточно теплые отношения, достаточно длительные уже отношения, то, конечно же, вы в него влюбились. Это естественная реакция на данного человека. Но если ваша любовь безответная, то есть вы хотите быть с ним все время, тогда бы вы не ревновали, если бы именно у вас любовь была безответной. Промышленно при искренней любви человеку желает счастья и хочет, чтобы у него было все хорошо. Не важно, с нами он или без. Главное, чтобы у него все было хорошо. Ваша же позиция, она такова, что вы ревнуете, значит у вас есть чувство собственничества. А если у вас есть чувство собственничества, значит вы хотите через этого мужчину что-то получить. В противном случае, вы бы не ревновали. То есть какие-то ваши желания, они заброшены более этого человека. И сказать по правде, совершенно нормально, что есть такое вот ваше желание. Ну, абсолютно нормально, что это желание у вас есть. То есть желание, как-то реализовать свои желания, свои потребности через молодого человека, этого молодого человека. Давайте мы с вами будем сходить, что молодой человек не может вам дать того, чего вы хотите. И если вам нужно, если вам важно, если вам хочется сохранить к ним брусьбу, то простите, тогда обязательно, обязательно нужно найти другой способ удовлетворения тех ваших потребностей, которые у вас есть. Без этого невозможно будет строить с них нормальные дружеские отношения. Почему, спросите вы. На самом деле, ситуация достаточно простая. И ответ на этот вопрос тоже простой. Представьте себе, что вы голодная. Идете рядом с человеком, который несет с собой очень много еды. И вы видите, что, ну, вообще-то говоря, у человека много того, что вам нужно. А он видит вас только как своего попутчика. Причем попутчика, равного себе, у которого есть своя еда, свои продукты и так далее. Но у вас этого нет. И вы не можете воспринимать себя как попутчика, как его попутчика. Потому что у него есть точно нужна вам. И вот до тех пор, пока вы не найдете сами себе пропитания, не научитесь себя обеспечивать, вы не сможете быть для него тем, с кем он хочет вас видеть. Просто потому, что разное наполнение ваших желаний. Вы знаете, это был ответ на ваш вопрос. Но на самом деле, мне бы хотелось сказать еще и так. Я, безусловно, вашего мужчину не знаю. И говорить на сто процентов, ну, со стопроцентной уверенностью мне бы не хотелось. Но просто на заметку, что то, что вы пишете, слишком уж совпадает. Может быть, только в вашем письме. Быть может, мужчина специально так себя ведет, чтобы полностью вас починить. Вы уже готовы делать для него все, что он хочет. Вы уже готовы делать для него абсолютно все, что ему пожелаете. И, возможно, мужчина очень умелый манипулятор. Подумайте. А кому выгодно то, что он делал? Ему. Он, как вы говорите, догадывается о ваших желаниях. Догадывается о ваших чувствах. Видит, как вы к нему относитесь. И все равно, несмотря на это, он позволяет, как бы, позволяет вам так себе относиться. Он позволяет вам быть с собой. Он позволяет вам вести себя с собой так, как вы себя ведете. Если бы он вами дорожил, уважал бы вас, я думаю, было бы честным с его стороны. Сказать, что, знаешь, я вижу, как ты ко мне относишься. Я вижу, как ты себя со мной ведешь. И я не хотел бы, чтобы ты тратила на меня свои ресурсы, свои силы. Поэтому давай, наверное, мы с тобой там пока побудем, например, в отпор и не будем видеться. Ну, допустим. Но мужчины этого не делают. И наверняка это вопрос. Почему? Еще раз повторю вам. Нет у меня уверенности стопроцентная, что то, что я рассказал вам, является верным и правильным. Не знаю, так это действительно или нет, но мне бы хотелось, мне бы очень хотелось, чтобы вы на этот момент обязательно обратили внимание. Если это действительно так, то тогда нужно мужчину срочно от себя отстранять. Потому что ничего хорошего из такого к вам отношения не получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Приветствую вас. Я постараюсь ответить на вопрос, который вы задаете, максимально подробно и максимально узко. То есть, проблема заключается в том, что в вашем письме можно было бы выявить некоторые проблемы. Проблемы, например, самого родного характера, но я уважаю ваш вопрос, поэтому постараюсь ответить на него. Как ни странно, но если мужчина никогда не давал вам надежду на то, что между вами что-то может быть, сам он при этом живет достаточно активной жизнью. Если вы понимаете, что вы разные, если мужчина воспринимает вас только как друга, а вы хотите с ним дружить, но не можете этого сделать по причине наличия у вас к нему чувств, то вам необходимо найти ему заметку. То есть, вы молодая девушка, которая нуждается в мужчине, нуждается в любви. И поскольку у вас с ним достаточно теплые отношения, достаточно длительные уже отношения, то, конечно же, вы в него влюбились. Это естественная реакция на данного человека. Но если ваша любовь безответная, то есть вы хотите быть с ним все время, тогда бы вы не ревновали, если бы именно у вас любовь была безответной. Промышленность при искренней любви человеку желает счастья и хочет, чтобы у него было все хорошо. Неважно, с нами он или без, главное, чтобы у него все было хорошо. Ваша же позиция, она такова, что вы ревнуете, значит у вас есть чувство собственничества. А если у вас есть чувство собственничества, значит вы хотите через этого мужчину что-то получить. В противном случае вы бы не ревновали. То есть, какие-то ваши желания, они запрошены более того человека. И сказать по правде, совершенно нормально, что есть такое вот ваше желание. Ну, абсолютно нормально, что это желание у вас есть. То есть, желание, как-то реализовать свои желания, свои потребности через молодого человека, этого молодого человека. Давайте мы с вами будем сходить, что молодой человек не может вам дать того, чего вы хотите. И если вам нужно, если вам важно, если вам хочется сохранить к ним брусьбу, то простите, тогда обязательно, обязательно нужно найти другой способ удовлетворения тех ваших потребностей, которые у вас есть. Без этого невозможно будет строить с них нормальные, дружеские отношения. Почему, спросите вы? На самом деле, ситуация достаточно простая. И ответ на этот вопрос тоже простой. Представьте себе, что вы голодная, идете рядом с человеком, который несет с собой очень много еды. И вы видите, что, ну, вообще-то говоря, у человека много удовольствия вам нужно. А он видит вас только как своего попутчика. Причем попутчика равного себе, у которого есть своя еда, свои продукты и так далее. Но у вас этого нет. И вы не можете воспринимать себя как попутчика, как его попутчика. Потому что у него есть то, что нужно вам. И вот до тех пор, пока вы не найдете сами себе пропитания, не научитесь себя обеспечивать, вы не сможете быть для него тем, с кем он хочет вас видеть. Просто потому, что разное наполнение ваших желаний. Вы знаете, это был ответ на ваш вопрос. Но на самом деле, мне бы хотелось сказать еще и так. Я, безусловно, вашего мужчину не знаю. И говорить на сто процентов, ну, со стопроцентной уверенностью мне бы не хотелось. Но просто на заметку, что то, что вы пишете, слишком уж совпадает. Может быть, только в вашем письме. Быть может, мужчина специально так себя ведет, чтобы полностью вас подчинить. Вы уже готовы делать для него все, что он хочет. Вы уже готовы делать для него абсолютно все, что ему пожелаете. И, возможно, мужчина очень умелый манипулятор. Подумайте. А кому выгодно то, что он делал? Ему. Он, как вы говорите, догадывается о ваших желаниях. Догадывается о ваших чувствах. Видит, как вы к нему относитесь. И все равно, несмотря на это, он позволяет, как бы позволяет вам так к себе относиться. Он позволяет вам быть с собой. Он позволяет вам вести себя с собой так, как вы себя ведете. Если бы он вами дорожил, уважал бы вас, я думаю, было бы честным с его стороны. Сказать, что, знаешь, я вижу, как ты ко мне относишься, я вижу, как ты себя со мной ведешь. И я не хотел бы, чтобы ты тратила на меня свои ресурсы, свои силы. Поэтому давай, наверное, мы с тобой там пока побудем, например, в отпор и не будем видеться. Ну, допустим. Но мужчины этого не делают. И наверняка это вопрос. Почему? Еще раз повторю вам. Нет у меня уверенности стопроцентной, что то, что я рассказал вам, является верным и правильным. Не знаю, так это действительно или нет, но мне бы хотелось, мне бы очень хотелось, чтобы вы на этот момент обязательно обратили внимание. Если это действительно так, то тогда нужно мужчину срочно от себя отстранять. Потому что ничего хорошего из такого к вам отношения не получится. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Спасибо.